Девушки отдыхают Я так не думаю Я даже по-настоящему не верю в то, что она сказала Если ты готов меня выслушать, я точно объясню тебе, почему она совершенно не права Если ты сможешь, пройдись по всем пунктам еще раз Неужели ты считаешь себя женоненавистником? Ни в коем случае нельзя этого делать Я не являюсь женоненавистником ни на каком уровне Это одно из тех модных словечек, которые они бросают в людей наугад Гомофобы, расисты, женоненавистники бросают их в лицо людям Каково твое мнение о женщинах? Я реалист Каково твое истинное мнение о женщинах? Я абсолютно не люблю женщин по-настоящему Я обожаю женщин У меня сложились хорошие отношения с женщинами С тех пор, как меня отменили, ко мне на улице не подошла ни одна женщина Ни одна из них не сказала мне ничего негативного Каждая из них сказала что-то позитивное Ты традиционный представитель мужского пола Я хотел бы, чтобы побольше мужчин были такими же, как ты Ты прекрасно понимаешь свою мужскую роль Ты понимаешь, что от тебя требуется Ты понимаешь, что должен защищать женщин Ты именно тот мужчина, которого я бы искал У меня никогда не было негативного взаимодействия с женщиной С тех пор, как меня прозвали самым большим массажистом Пожалуйста, пожалуйста, дай мне закончить Мне очень жаль Прости, Пирс Кроме того, не было ни одной женщины, которая обвинила бы меня в преступлении, ни одной женщины, которая обвинила бы меня в изнасиловании. Ни одной женщины, которая вышла бы и сказала что-нибудь за все мои последние 36 лет, что я когда-либо делал что-то плохое. У любого другого человека с моим уровнем известности, у любого футболиста, у любой другой кинозвезды, по крайней мере, есть люди, которые вышли и обвинили его в изнасиловании и так далее. У меня нет ни одной женщины, которая бы вышла и сказала, что я причинил ей боль. Ни одна женщина не вышла и не сказала, что я причинил ей вред или вел себя с ней ужасно. Все, кто когда-либо общался со мной, говорили, что я был хорошим человеком. Они все такие разные. Так что этот случайный твиттер, в котором, кажется, никто так много не знает, просто переполнен информацией. Все в порядке. Ты ей ответил. Где для тебя проходит грань между мужественностью, которую я всегда буду защищать, и с которой я согласен? Я думаю, что многим женщинам нравится, когда мужчины проявляют мужественность и тем, что стало известно как токсичная мужественность. И причина, по которой я спрашиваю тебя об этом, заключается в том, что ты постоянно участвуешь в этих дебатах с мужчинами. Где для тебя проходит та грань, которую мужчины не должны переступать, где поведение должно оставаться в рамках дозволенного. Пожалуйста, дайте определение токсичной мужественности. Скажи мне, что по-твоему переходит грань между тем, чтобы быть хорошим мужчиной, по-мужски и плохим человеком? Не существует такого понятия, как чрезмерная мужественность, если это действительно по-мужски. Подлинная мужественность проявляется здесь не для того, чтобы причинять людям боль. Все обстоит абсолютно наоборот. Она проявляется здесь для того, чтобы защищать. И когда случаются плохие вещи, они призывают традиционно мужественных мужчин. Если тебе нужен пожарный, тебе нужен мужественный мужчина. Когда ты обращаешься в полицию из-за возникшей у тебя проблемы, тебе нужны мужественные мужчины. И как только женщина или мужчина попадают в беду, когда ты ищешь поддержки, ты ищешь мужественных мужчин, а мужественные мужчины обязаны обеспечивать и защищать тех, о ком они заботятся. Наш долг — делать то, чего нам не хочется делать, потому что мы знаем, что должны это делать. И именно поэтому мы остались на борту Титаника и погибли. Это были мужественные мужчины, настоящие мужчины. Откуда у тебя взялись такие взгляды на этот счет? То, с чем я вырос, это семья, в которой я вырос. Это твой отец, твоя мать. А также мир, в котором я жив. Я думаю, что многое из того, что я сейчас говорю о мужественности, о том, как должны поступать люди и как должен функционировать мир, считалось совершенно нормальным и принималось всеми всего 20 лет назад. Я думаю, что весь мир только что сошел с ума. Если я сейчас встану и скажу, что мужчина должен защищать женщину, меня назовут женоненавистником и откажут от должности. Если бы я сказал это 10 лет назад, все бы сказали да. И что самое смешное, все, кто спорит со мной и говорит, что мужчины не должны защищать женщин. Особенно все феминистки, если бы они были со своим парнем, и мужчина ворвался к ним в дом, угадайте, кого бы они ожидали увидеть внизу. А как ты думаешь, кто это такой? Как ты думаешь, они пойдут туда сами по себе? Неужели они едут в Афганистан? Нет, мы посылаем людей для выполнения этих задач. Женщин мы тоже посылаем в вооруженные силы. Когда ты принимаешь решение, ты должен делать обобщение. Вот и все, что я хочу сказать. Их очень много, очень много. Есть исключения. Не опровергай это правило. Ты должен признать, что в вооруженных силах служит много отважных женщин. Это абсолютно и совершенно верно, абсолютно верно. Но по большому счету, традиционно солдаты — это мужчины. Исключения не опровергают этого правила. Это вовсе не исключение. Дело в том, что в настоящее время в вооруженных силах служит очень много женщин. Это совершенно верно. Но если взять среднестатистического солдата, то это мужчина. Если в наши дни тебе позволено говорить, кто является мужчиной, а кто нет, то я предполагаю, что они относятся к одному и тому же полу. Я приношу свои извинения. Если бы ты взял среднестатистического солдата, то это был бы мужчина. А это значит, что исключением являются женщины-солдаты, а поскольку их процент меньше. То и вероятность этого ниже. Исключения не опровергают правила. В боевых действиях участвуют мужчины. Прямо сейчас в Украине мужчины не могут уехать из страны. Женщинам разрешено уехать, потому что мужчинам приходится сражаться на линии фронта, а женщинам разрешено уехать в Дубай. Именно так оно и есть. Что бы ты сказал молодым людям, которые приходят к тебе за советом и чувствуют себя потерянными? Ты на самом деле не знаешь, как они вписываются в общество. Я утверждаю, что жизнь мужчины исключительно трудна. Я говорю, что они оба прекрасны, и самое ужасное в том, чтобы быть мужчиной. Это то, что ты рождаешься никчемным. Обществу на тебя наплевать. А тебе будут заботиться только в зависимости от того, насколько ты полезен. У тебя есть шанс стать настоящим супергероем, если ты готов выполнять тяжелую работу и быть достаточно неутомимым, чтобы никогда не сдаваться. Но если ты будешь стоять сложа руки и ждать подачки, никто никогда не будет тебя уважать. И я думаю, что многие люди уже забыли о том, как трудно быть мужчиной и насколько он конкурентоспособен. Мы всегда находимся в состоянии постоянной конкуренции друг с другом. И твой долг, как мужчины, стать и сказать. Я хочу быть настолько важным, сильным, добросердечным и богобоязненным, насколько это возможно. И мне нужно упорно трудиться, чтобы достичь этих целей. Дама Шейла Хэнкок говорит, что мы стали слишком эмоциональны, как общество, и слишком много плачем по любому поводу. Неужели она в чем-то права? Она совершенно права. И самое опасное в чрезмерно эмоциональных мужчинах то, что они очень опасны. Они действительно опасны по-настоящему. Вот это и сводит с ума. Все эти люди, которые говорят о токсичной мужественности и о том, как плохо для мужчин быть традиционно мужественными. Традиционно мужественный мужчина делает то, чего ему не хочется делать, потому что это его долг. Он бросается в горящее здание потому, что это его долг, а не потому, что ему так хочется, потому что это его долг. Сейчас мы учим новое поколение мужчин тому, что у них нет обязанностей, И они могут просто действовать в соответствии со своими чувствами и поступать так, как они чувствуют И им не обязательно поступать так, как выдавают мужчине Ты знаешь, что происходит, когда к тебе приходят мужчины, которые просто ведут себя так, как они чувствуют Ты получаешь школьных стрелков, ты получаешь насилие, ты получаешь насильников Мужчины, которые не контролируют свои эмоции, очень опасны Если ты найдешь стойкого мужчину, он не причинит вреда людям Он будет сидеть и очень тщательно обдумывать свои поступки И он будет хорошим человеком, который защищает свою семью и заботится о ней Если ты встретишь мужчину, который просто действует импульсивно и делает все, что ему заблагорассудится Ты встретишь опасного человека Я сижу здесь и говорю мужчинам, чтобы они больше плакали и действовали в соответствии со своими чувствами. И это нормально, чувствовать себя так, эдак и не иметь никакого самоконтроля. Именно поэтому у нас есть те проблемы, с которыми мы сталкиваемся в этом мире. Это абсолютно неверно. Поэтому, когда они говорят о токсичной мужественности, они полностью ставят ее с ног на голову, совершенно неверно. Нам нужно учить людей стаицизм. Тебе нужно учить молодых мужчин понимать, что мир устроен очень и очень сложно. Как же трудно быть мужчиной. Иногда ты будешь плохо себя чувствовать. Ты просто смирись с этим и все равно выступай. Не стоит сидеть сложа руки и плакать на взрыв или обвинять других людей. Это значит быть женщиной в современном обществе. Быть женщиной, конечно, нелегко. Но я не женщина. Так почему же я должен высказываться по вопросам, которых не понимаю? Я мужчина. Ты можешь испытывать сочувствие к женщинам. Я, конечно, испытываю сочувствие, но я не понимаю их проблем. Многие мужчины подходят ко мне и восхищаются тобой. Я должен сказать, что многие женщины, с которыми я общался, не вызывают у меня восхищения. Они думают, что ты олицетворяешь женоненавистничество. Они думают также, когда слышат, что ты не берешь на себя обязательство утверждать, что талибы не должны запрещать женщинам получать высшее образование. Почему он просто не может сказать, что это неправильно? Во-первых, у меня нет такого опыта. Я испытываю абсолютную-абсолютную противоположность этому. Во-вторых, это происходит потому, что я придерживаюсь моральных принципов. Моя моральная точка зрения заключается в том, что я говорю о вещах, которые мне понятны. Я говорю о том опыте, который у меня был. Ты веришь в равенство? Да, конечно. Я говорю на темы, которые мне хорошо знакомы. Я не чувствую себя квалифицированным специалистом. Я реалист и не чувствую себя квалифицированным специалистом для того, чтобы сидеть и обсуждать гендерные законы в Афганистане. Я еще ни разу не был в Афганистане. Я еще не досконально изучил этот вопрос. Я не собираюсь сидеть здесь и говорить о том, как они, талибы, должны управлять своей страной. Ко мне это не имеет никакого отношения. Я нахожу весьма лестным коллеги, что, хотя, знаете, я понимаю, что обладаю колоссальным влиянием, являюсь самым влиятельным человеком в гугл на земле и так далее. Мне очень лестно, что вы думаете, что я имею какой-то контроль над внутренней политикой Афганистана. Но уверяю вас, что это не так. Я не знаю. Нет. Я не прошу тебя высказывать свое мнение о том, чтобы оказывать влияние на ту или иную внутреннюю политику. Я уверен, что талибы не смогли бы рассказать нам ничего из того, что кто-либо из нас говорит по этому поводу. Мне просто любопытно, что тебе легко добиться победы, заставив женщин думать, что ты не настроен против них. Сказать это, когда им не дают равенства. А женщины в Афганистане явно не равны, потому что с сегодняшнего дня им не разрешается поступать в университет. Это совершенно очевидно. Это неравноправно, несправедливо. Мы все должны быть в состоянии согласиться с тем, что это неправильно. Конечно же, в этом есть какая-то причина. Даже ты крутой парень, Эндрю. Это вовсе не такой уж крутой парень. Я профессионал своего дела. Как профессионал я могу заявить, что да, это неравнозначно. Да, это несправедливо по отношению к тебе. Это очевидно для любого человека. Я вовсе не утверждаю, что все это неправда. Я хочу сказать, что ко мне это не имеет никакого отношения. Да, хорошо, но ты пошел на уступку, которая, по твоему мнению, является неправильной. Это действительно неправильно? Я же сказал, что это неравноправно и несправедливо. Да, это так неправильно. Ну что же, возможно, так оно и есть. А вот и ты сам, Эндрю. Нет, возможно, это неправильно с точки зрения определенных моральных принципов. Но в соответствии с моральными принципами, которые в настоящее время находятся в ведении юрисдикции Афганистана, они не считают.